Здравствуйте! В эфире программы «Смотреть, кто пришел». Как она готовится перед выходом на ковер? И есть ли жизнь после художественной гимнастики? Об этом и многом другом поговорим сегодня с моей гостьей, серебряным призером Олимпиады 2016 года в Рио, Яной Кудрявцевой. Яна, здравствуйте! Здравствуйте! Вы знаете, я хочу что спросить у вас. Вот среди тех девочек, которые с вами пришли в художественную гимнастику, сколько осталось в этом виде спорта? Ой, нисколько на самом деле не осталось, потому что все в основном, очень много девочек приходят талантливые, а потом кто-то на учебу больше переключается, кому-то надоедает, у кого-то другие интересы появляются. Как-то все вот, не знаю, то уходят, то заканчивают. Ну, то есть очень мало вот знакомых. Именно когда я только пришла маленькая, почти вообще никого не осталось. Во сколько лет вас родители привели? Где-то пять с половиной мне было. Пять. Ну, такой уже, в общем-то, солидный возраст для гимнастики. Ну, я, у меня папа олимпийский чемпион по плаванию, я сначала плаванием занималась, потом у папы тяжело было тренироваться, потому что он у меня такой строгий очень. И решили вот попробовать ее в гимнастику, но опять же не для там каких-то огромных результатов, потому что папа знал, как это тяжело просто, просто попробовать для осаночки, для растяжечки, потому что там девочки все такие красивые, с шейками в гимнастике, задержалась на 15 лет в гимнастике. Скажите, пожалуйста, Яна, вот, наверное, у каждого ребенка, у малышки, которая впервые приходит на художественную гимнастику, которая, значит, видит всю эту красоту, как старшие там все делают, я хочу, 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 а потом начинается очень тяжелый период. Та самая растяжка, которую жутко, в общем-то, не любят все, и даже, наверное, и старшие. Хотя осознают, что им это надо. Вот у вас было желание вообще, вот не пойду, вот так вот вставали около зала? Было, было у всех, мне кажется, такое было. Я даже помню, папа меня все время привозил на тренировку, я там где-то за сиденье за его говорю, нет, не пойду, не хочу. Но действительно, растяжка – это очень тяжело. Но в основном у нас вот сильно так тянут, когда прям до слез. Это в детстве, потому что связки все-таки более эластичные, чем он когда-то постарше уже. Поэтому в таком возрасте лет 15 уже там сама тянешься, то есть тренер на тебя там не наседает, не давит, то есть уже для себя что-то. Попытаешься подкорректировать. Слушайте, а вот в том возрасте, вот совсем юненьком, совсем такой маленький, цветущий, вас папа давил авторитетом, что иди, надо, или как это происходило? Или все-таки как-то вот разговаривали, говорили, что ну вот надо немножко потерпеть, и потом дальше будет легче? Ну вот когда маленькая совсем была, на меня не давили. Ну то есть так, может все-таки сходишь, может там это попробуем еще немножко. А потом уже когда там лет 10, наверное, не было, уже думаю, ну все детство провела в зале, что-то так заканчивать как-то уже, ну не знаю, обидно будет, поэтому надо дальше еще потренироваться. И потом как-то так пошло-пошло, вот до 19 лет тренировалась. А вот скажите, вот тот самый момент, когда вы поняли, что гимнастика это ваше, это вот было осознание в каком возрасте? Мое сознание, ну, наверное, лет 12-13, когда уже так более-менее что-то начало получать, потому что вот с пяти этих лет до там 12-13 я не занимала абсолютно никаких мест. То есть на первенстве там грядки какой-нибудь, может быть, я была третья, а так в основном там шестая, седьмая, когда уже какие-то результаты пошли, более высокий там чемпионат России, чемпионат Москвы, тогда уже как бы более интересно стало мне, вкус победы почувствовала и захотелось дальше. Скажите, в 15 лет вы единственная в мире, которая стала абсолютной чемпионкой мира. Вот это ощущение, не хотелось ли, может быть, не знаю, дать тебе какой-то отдых, перерыв, или наоборот, нет, я всем вам докажу, вы узнаете, какая я. Нет, ну нам с Ритмом он тогда очень повезло, потому что ушли наши первые номера из Жени Канаева, Даши Дмитриева, Саши Меркулова, и как-то мы с четырехлетия, мы как-то начали с чистого листа вдвоем, и вся ответственность на нас как-то ложилась. Именно на этом чемпионате мира я не понимала вообще, что происходит. Я была, ну, сейчас, я думаю, что вообще в неосознанном каком-то возрасте была, то есть я вообще выходила в этот зал, я не понимала, я не стремилась там выиграть, у меня не было такого, я там, главное, выступить как это, ну, чистенько, чтобы там не опозорить Россию, да, и вот так получилось, что выиграла, и, конечно, на этом я не хотела останавливаться, это только еще больше как-то вперед двигаться меня заставило. Что происходит за час до выхода на ковре, на ковер? Ну, у всех по-разному, на самом деле. Вот у вас это как происходит? Ну, я суперспокойная к этому относилась, как-то, ну, меня и папа все время успокаивал, он знал такие слова подобрать, и тренера, и как-то всегда очень спокойно. Ну, есть какое-то, конечно, переживание, я обманываю, если я скажу, что я вообще ничего не боялась, еще зависит очень от зала, если зал огромный, то как бы не очень, ну, страшно выступать. Ну, некомфортно, то есть вот это вот пространство. Ну, да, если маленький, уютненький, то вроде как бы нормально, но вообще не страшно. То есть все зависит от ранга соревнований, от зала, от зрителей, от судей, и все. Вот вас, вас уже объявили, я смотрела, вот пересматривала буквально ваше выступление, и вы так выдохнули, плечи вверх подняли, это вот привычный жест. Это какой-то ритуал, то есть не для того, чтобы там на себя всю энергию плохую, это как бы нет. Ну, просто так с начала своей карьеры начала делать, и как ритуал какой-то продолжала до конца карьеры. То есть там, у меня много ритуалов, там, через левое плечо я не могу повернуться, я только через правую могу повернуть, там, игрушку надо поцеловать, с предметом поговорить. То есть разные такие суеверия. То есть это вот у вас вот такое некое колдовство, волшебство начинает? Это абсолютно у всех, это все спортсмены, я думаю, суеверны, поэтому у всех есть какие-то свои моменты. А вот скажите, пожалуйста, вы сказали о том, что вот в 19 лет, да, после, в общем-то, очень удачного, хорошего выступления на Олимпиаде, где вы доказали, что действительно все, российскими спортсмены, вас просто не догнать. И принять решение, что вы уходите из спорта. Есть ли жизнь после художественной гимнастики? Конечно, есть, а другая жизнь, это вообще что-то новое. Ну, во-первых, закончила я не из-за того, что я там надоела и так далее. У меня проблемы с ногами были, что уже так, ну, тяжело. Там, в 20 лет я не хочу ходить с палочками, у меня все-таки детей еще, дай бог, рожать. И вся жизнь еще впереди, ну, абсолютно другое. Мы же в базе, на базе нам готовили, за нами стирали, за нами убирали. А тут, как бы, в жизнь вошел, надо вроде и готовить, и убирать на что-то новое, как бы, интересное все равно есть. Вам комфортно в этой жизни? Или вы еще только привыкаете? Ну, сначала, наверное, абсолютно с кем, я там не знакома с гимнастом, все говорят, что сначала такое какое-то странное состояние, там, ты не нашел себя, что вроде всем каждый день ты занимался чем-то, а сейчас вот так дома можешь лежать и ничего не делать. Сначала, как бы, было какое-то некомфортное. Ну, я отдыхала, я вообще ничем не занималась, я спала, я, то есть, вот полгода. А потом уже стало так скучновато, сейчас там мастер-классы стала ездить везде, потому что дома, конечно, тяжело, когда привык к такому образу жизни, что туда-сюда. Да, дома тяжело потом сидеть. Что в планах? Чем вы собираетесь все-таки вот заниматься? Учиться пойдете? Или все-таки пойдете, вот, как-то жизнь свяжете все равно с художественной гимнастикой? Ну, я думаю, что лучше в таком направлении, в котором я хорошо знаю, это художественная гимнастика. Все-таки 15 лет я не зря тренировалась, поэтому, ну, пока буду по мастер-классам, есть о тренерской карьере я пока не думаю, потому что, ну, мне кажется, не смогу я так себя полностью отдавать, там по 10 часов в зале, потому что тренера еще больше устают, чем гимнастки, вот. Поэтому пока вот так на мастер-класс на три дня, на пять дней, на один день буду летать. Вот как вы думаете, вот ваше детство не было ли украдено, вот, художественной гимнастикой, то, что вы положили, вот, ну, практически всю свою юность, самое такое вот время, когда, ну, не знаю, первые влюбленности какие-то, там, романтизм, не знаю. Ну, это все было, на это иногда было у нас время на влюбленности и так далее. Ну, я считаю, что если бы у меня была вторая жизнь, то я бы, как бы, пошла в гимнастику, попросила, чтобы меня отвели туда, потому что я считаю, что, ну, ни капли не жалею, но как потом, вот, 18 лет мне было, 18 мне было на Олимпиаде, я сразу после Олимпиады закончила, но в 18 лет еще тоже вроде молоденькая, все, на все это есть время, поэтому не жалею, надо отдавать детей все-таки в спорт. Вот скажите, пожалуйста, еще тоже мне очень интересно, вот то, что когда-то в свое время вас заметила Ирина Александровна Винер, вы считаете, это какая-то воля случая или это все-таки вот судьба была такая? Ну, Ирина Александровна меня как-то не заметила, просто показывала результаты, попала в сборную, поэтому меня пригласили в Новогорск тренироваться, ну, вот все сборные тренируются в Новогорске, вот, такого не было, что Ирина Александровна меня заметила, сказал, вот, предлагаю на этом тренироваться, то есть это по результатам у меня было, поэтому это, ну, тренировалась очень много, доказывала, занимала места и так. То есть надо было вот еще и ей доказать, что вы того достойны? Ну, конечно, конечно, что она все, кого попало, что-то будет брать туда. Она строгая? Ну, когда-то строгая, когда-то добрая по-разному. Ну, конечно, в тренировках бывает очень строгая. А сейчас, когда я закончила, вот недавно была в Новогорске, она прям Яночка любимая. Чему вас научила художественная гимнастика? Вот вам в жизни что она дала? Кроме того, что вот действительно там титулы какие-то, ну, практически уже... Ну, характер. Ну, мне кажется, с детства такой был характер очень такой жесткий. Может быть, в жизни мне это и не очень помогает такой, но могу очень многое терпеть, и терпение большое, и боль могу терпеть любую, то есть не жалуюсь в любых условиях, я жила, в которых только можно, то есть такая приспособленная ко всему, мне кажется, вот кроме готовки, уборки, там, стирки и так далее. То есть не зря вас окрестили мои коллеги «Хрустальная девочка с железным характером». Меняется ли у вас вот режим питания? Я знаю, что для гимнастки очень важно, да, быть очень такой, очень практически прозрачной на ковре, да, мы смотрим вот это все. Сейчас вот вроде бы не надо. Ну, у нас определенные параметры. Во-первых, нам от своего роста надо вычитать 121 и весить вот именно это, как бы, именно столько килограмма. Ну, у меня как-то не было проблем с весом лет до 17, наверное. В 17 лет у меня была травма, я сделала операцию, полгода не тренировалась, там уже, конечно, поправилась немножко, но не сильно, вот. Ну, я как-то не сильно себя ограничивала, потому что не склонна как-то к полноте. После Олимпиады я поправилась где-то на 9 килограмм, да. Я весила на Олимпиаде где-то 51, а потом 59, ну, после Олимпиады. Вот сейчас, сейчас 49 уже. Вот на 10 килограмм похудела, потому что, ну, нет, ну, тяжело очень. Мне даже неприятно было разворачиваться в зеркало смотреть, я привыкла себя худую, видите, тут 59, я... О, толстуха! Да, я даже боялась стоять на весы, я в зеркало не смотрелась, думала, фу, какой ужас, я купальник боялась сидеть. Вы сейчас себя изматываете в зале? Ой, нет, конечно, я за этот год пару раз, может, в зале была, мне, конечно, может, стыдно об этом говорить, но я так как-то от всего устала, что, ну, хочется пока отдохнуть, и, ну, нет такого, что вот мне надо худеть в зал, бегать и так далее. Может быть, пройдет еще полгода, я буду ходить, но пока нет. Но мышцы, я ни разу не слышала, что болели. Мышцы после того, как ты закончила, наоборот, когда много тренируешься, болит. Я знаю, что, когда резко заканчиваешь, начинает болеть именно иммунитет снижается у тебя, но у меня тоже такого не было. Ну, то есть у всех как-то по-разному, мне кажется, это происходит. Что бы вы, может быть, хотели сказать маленьким юным гимнасткам, которые стоят только в начале пути, или их родителям? Ну, родителям, наверное, я бы посоветовала, чтобы там сильно не наседали на детей, потому что это, во-первых, их выбор. То есть, ну, у меня никогда не было такого, что вот ты должна, ты пойдешь. Это было уже вот когда мне было лет 15, тогда уже на меня давили. А когда маленькая, то есть я сама в основном принимала выбор, а деткам тренироваться, стараться, слушаться тренера, не болеть. У меня все время был очень строгий папа в плане мороженое, ты не ешь. Только летом можно и только раз мне съесть мороженое. Маленькими ложечками все время у меня вот такие с горлом кофты все, чтобы не заболеть. Все время я в шапке, упутанно. Ну, то есть за здоровьем очень следить, от этого тоже много зависит. Спасибо огромное за удивительный рассказ, за погружение в мир художественной гимнастики. Удачи вам. Конечно, я думаю, что на художественной гимнастике уход из большого спорта, ну, точно жизнь не заканчивается. У вас еще все-все впереди, самое интересное. Интересной вам жизни, интересных встреч, ну и, конечно же, удачи. Спасибо огромное. Спасибо вам огромное. Ну, а на сегодня у меня все. Увидимся ровно через неделю, в следующую среду. Не пропустите вашу встречу с очень интересным человеком. Пока.